Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90am на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Ну и приветствуем наших YouTube-зрителей. Похищение Европы. Автор-ведущий Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим. Добрый день вам, Сергей. Добрый день всем нашим уважаемым слушателям, а со временем и зрителям. Ну что, не будем нарушать традицию. Я понимаю, что, наверное, ну, как всегда, давайте с Европы уже о чем сообщите. Если у меня будут вопросы, я подспудно еще спрошу о том, что меня интересует и, возможно, моих слушателей. Давайте, давайте, конечно. В Европе воцарилось некое подобие мертвого сезона посреди зимы, когда не положено, чтобы возникали пробелы какие-то. Но, наверное, все внимание европейцев вытеснено или потеснено в сторону, в любом случае, событиями, которые разворачиваются на самом востоке Европы, на Украине или в Украине, если хотите. Но, чтобы совсем уж не забывать старый свет, матушку Европу, бегло только скажу, что из тех событий, что остались, что называется, в Италии проходят выборы президента, пока весьма неудачные. Президента в Италии избирают не всенародно, а парламентом. Это весьма обычная форма президентских выборов в Европе. Но в чем проблема? Обычно при всенародных выборах не возникает таких тупиков, потому что во второй тур выходит всего два кандидата, и один из них становится, естественно, победителем. Здесь же несколько более сложная ситуация. Парламент обычно для того, чтобы достичь какого-то большинства и избрать какого-то претендента президентом, вынужден блокироваться с другими фракциями. То есть некоторые фракции блокируются с другими. В Италии пока такой блокации, такого союза между партиями, между фракциями не произошло. Поэтому прошло уже пять туров, конца не видно, президент пока еще не избран. Возможно, президентом или президентшей, поскольку сейчас модно на все ведущие посты продвигать женщин. Интересно мне, когда начнут возмущаться мужчины, оттесненные в сторонку. Но в любом случае, возможно, президентом станет нынешняя председательница Сената. Но это пока еще, так сказать, определенно и с уверенностью предсказать невозможно. В других странах продолжается развитие тех тем, которые уже нами были отмечены в прошлые разы. Это скандал вокруг Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, который уже год назад был замечен. Или не был замечен, но его друзья были замечены. В каких-то вечеринках в разгар пандемии, что называется. То есть здесь скандал крутится вокруг того, что другим нельзя, а нам можно. Какие-то люди из политической элиты собирались и даже брезговали масками. И в таком вот безмасочном виде собирались на вечеринки, убивали и танцевали. Из-за этого скандала вполне вероятно, премьер-министр Великобритании может поплатиться своим теплым местечком, своей функцией. А вместе с ней, скорее всего, и с политической карьерой. Потому что больше ему уже ничего не светит. Во-первых, подскочить выше три места уже практически невозможно. А во-вторых, это было бы фактически гвоздем в гроб его политической карьеры. Продолжаются какие-то дрязги вокруг Польши, которую Евросоюз так или иначе пытается наказать. На сегодняшний день Польша фактически ежедневно оказывается должна Евросоюзу по полтора миллиона евро в день. Миллион за плохое, с точки зрения Евросоюза, состояние конституционного суда, к которому есть какие-то претензии, который якобы недостаточно демократичен. А вторая претензия, это спор между Чехией и Польшей по поводу угольной шахты. В городе Туров на самом юге Польши, на границе практически с Чехией. И Чехии судят поляков за то, что те, добывая уголь, якобы отводят какую-то часть воды, которая в противном случае текла бы в сторону Чехии. Ну, смешная даже тема, о которых говорить невозможно. Любопытная тема, более, наверное, содержательная, это требование Соединенных Штатов, или даже, может быть, не требование, а просьба к Венгрии, венгерским властям, разрешить им разместить на своей территории какое-то количество американских военнослужащих в виде военной базы. Причем, что любопытно, ведь размещение американских военнослужащих в рамках усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, то есть потенциально где-то в районе соприкосновения с Россией, хотя Венгрия с Россией не граничит никак, но тем не менее. Так вот, эта мера, она ведь объявляется как временная, то есть НАТО не собирается навсегда поселяться в Восточной Европе. Во всяком случае, формально, она собирается прийти и уйти, то есть прийти, посидеть на какое-то время, и через какое-то время, когда урегулируется ситуация, уйти. Но ведь так не бывает. Не бывает так. Ведь это же не летняя квартира, как говорится, это же не летние лагеря, которые состоят из палаток. Создается ведь, если она будет создана. Повторяю, сейчас это только просьба Соединенных Штатов к Венгрии. Но если такая военная база будет организована, то она будет наверняка иметь все причиндалы постоянного военного присутствия. То есть это будут казармы, дома, это будут стрельбища, это будет все, что в таких случаях требуется. И это разобрать, размонтировать и куда-то уйти потребует солидного времени. То есть здесь нестыковка между заявкой на временное присутствие и реальностью, которая потребует не временного, а вполне даже долгосрочного присутствия американцев. Вот в ситуации, как говорится, на театре военных действий, то там немножко другая ситуация. Венгрия имеет вполне хорошее и даже, я бы сказал, на стандартное отношение с путинской Россией. Не совсем гарантировано разрешение венгерского правительства, консервативного, но от него не прогрессистского, консервативного правительства Виктора Орбана на постоянное или даже долгосрочное, длительное присутствие американских войск на территории Венгрии. Интересно, что именно Венгрия стала первой страной, к которой обратились Соединенные Штаты, я имею в виду и стран Центральной Европы. Ни Чехия, ни Словакия таких пока требований не предъявляли. Что касается Польши, то там есть военные базы и какая-то численность военнослужащих. Считается, что их где-то порядка пяти тысяч. Они сосредоточены в районе военной базы, несущей имя Трампа. Это форт Трамп, там на территории Польши, недалеко от границ с Россией. Там военные уже есть. И разве что можно увеличить их количество. Но в принципе, поляки считают официально, что чем больше западных военных, тем лучше. Но они и сами справились бы с этой угрозой. Поляки не видят, и это официальная точка зрения, не видят большой угрозы для себя в нынешнем развитии ситуации. Так вот, я считаю, что здесь мы перебросили мостик к той теме, которая нас должна... Только буквально два слова относительно Венгрии. Интересно, ведь Америка никогда не проявляла политического интереса к Венгрии. А в Венгрии грядут выборы. И тут высадили... Ну, после того, как Такер Карлсон представил американцам Венгрию, как альтернативу такую национально-консервативную левому безумию, там практически собирается такой консервативный бомонд. Они практически возродили некое подобие СИПЭК. И американцы, консерваторы намерены принять участие, так сказать, в поддержке Орбана на предстоящих выборах, чего раньше никогда не было. Если вы хотите, поскольку я в данном случае дежурный по Европе, поэтому я вам могу дать такую предварительную картинку в отдаленный канун венгерских выборов, до выборов еще несколько месяцев, два месяца по меньшей мере. И ситуация такова. Оппозиция, следуя в каком-то смысле примеру Чехии. Вы знаете, что в Чехии к власти пришло новое правительство, а пришло оно так, что объединились самые разные партии, правые и левые, парадоксально, включая каких-то центристов, крайне левые и средние, правые, образовав пяти коалицию, коалицию из пяти партий, и они пришли к власти. И венгерская оппозиция, следуя этому интересному опыту, тоже произвела подобную рокировку. В Венгрии возникла коалиция из нескольких партий, по-моему, тоже пяти, причем тоже справа налево, и в отличие от Чехии еще включая националистическую партию Йобик. Ее хорошо знают наши слушатели, она была раньше крайне националистической, и даже отчасти антисемитской, потом она чуть-чуть выправилась, стала чуть-чуть поцентрее, и, естественно, потеряла многие голоса. Тем не менее, вот от этой крайне националистической партии до посткоммунистических партий, социалистических и классические правые консерваторы. Так вот, что интересно, выбирая лидера, венгерская оппозиция, понимая, что в нынешней Венгрии, где настроение, как, кстати, и во всей Европе, это надо дать понять, в отличие от Латинской Америки, в Европе настроения сейчас сдвинулись вправо, вправо. Так вот, чтобы иметь шанс на выигрыш у крайне консервативного Виктора Орбана, который сторонник так называемой нелиберальной демократии, ничего страшного в этом слове нет, это слово, которое, кстати, когда-то придумал Фаид Закария, но сам давно забыл о своих начинаниях. Ну, так вот, чтобы иметь шанс на победу, венгерская оппозиция избрала своим лидером правого, он, может быть, чуть левее Орбана, но он тоже крайне правый в своей вот этой оппозиционной коалиции, один бюргермайстер небольшого венгерского городка. Так вот, если он сменит Орбана, это будет шелономыло, что называется. Он достаточно правый человек, правых убеждений, и даже католического вероисповедания верующий человек. Так вот, такая ситуация. Но, и это надо сказать сразу, надо как бы успокоить правых консерваторов Америки. Виктор Орбан имеет хороший шанс, он опережает всю объединенную оппозицию, всю эту прогрессивистскую и прогрессивную общественность, опережает на 4-5 процентов. И его партия Фидес, когда-то она называлась молодые демократы, сейчас просто Фидес используется аббревиатура. Так вот, его партия имеет хорошие шансы на этих выборах снова победить. Вряд ли удастся повторить этот успех, чешский успех, вряд ли удастся повторить венгерским оппозиционерам. Так что, там есть вполне хороший шанс, что Виктор Орбан останется премьером своей страны. А фамилию президента даже запоминать не стоит, потому что это декоративное. Спасибо, Эфим, за подробности. Спасибо большое. Ну, а теперь перейдем к следующим событиям в Европе. Да, вы знаете, и оно исключительно интересно. Оно интересно, поскольку в каком-то смысле оно напоминает сценарий фильма «Вертеть собакой». Если я не ошибаюсь по-русски, это так, наверное, переводится. Walk the dog по-английски. И вы понимаете, о чем я говорю. То есть, здесь возникает некое ощущение того, что виртуальность, фикция начинает побеждать реальность. И более того, реальность вообще перестает кого-либо интересовать в этой связи. Я сразу поясню, в чем дело. Ведь вот на том самом театре военных действий, в кавычках, разумеется, о котором мы говорим, Украина и ее окрестности и так далее, в последние недели, уже больше месяца, пять недель уже фактически, ничего реально не происходит. Не происходит больших военных учений, маневров. Не происходит, я уже не говорю военных действий, каких-то там танковых атак или десантных сбросов на территорию Украины. Не происходит ничего в реальности. Но в информационной виртуальности происходит многое. Там идет колоссальный, и причем по восходящей, идет колоссальный напряг эмоций. Если вы будете с утра читать утренние новости, вы поймете, что война то ли будет завтра, то ли, может быть, уже произошла вчера, и нам только не успели сообщить об этом. Такое впечатление, что война уже там была. И только мы как бы ее прошляпили, не поняли. Потому что вот это нагнетание информационных ужасов вокруг ситуации на Украине, оно настолько очевидно, что вы представляете себе, украинцам, их официальным лицам, министру обороны, президенту Украины, приходится одергивать своих же зарвавшихся союзников, и всякий раз напоминать, да бросьте вы, ничего страшного видно, не происходит в реальности. Не происходит. То, что есть там военное присутствие на границах, и российское, надо делать, разумеется, все для того, чтобы его там не было. Но войны-то не ведется никакой пока. И, кстати, Зеленский всякий раз напоминает, что, вы знаете, украинская армия достаточно сильна. Вообще, сейчас немножко обгоняя время, что называется, хочу сказать, что единственным настоящим бенефициаром этой всей ситуации является Украина. То есть объектом, выигравшим от всей этой истерики вокруг, оказалась Украина. Она, страна, о которой пять лет назад говорили, что она надоела всему миру, что существует Ukrainian fatigue, то есть усталость от Украины, от постоянных забот и тревог, связанных с ее существованием. Вот так вот, от этой усталости Украине по стечению обстоятельств и даже по хитроумному маневрированию украинских властей удалось как бы вывести свою страну, от которой все устали, почти в центр мировых событий. Вокруг Украины. Сейчас схлестываются страсти и ломаются копья. Вроде бы, но нет других забот у человечества, только спасти Украину. И это хорошо для Украины. Она получает хорошие деньги, которые сейчас уже не позволяют говорить о завтрашнем банкротстве. Она получает прекрасное вооружение. Сейчас, в последнее время. Правда, весьма неоднозначно, неравнозначно и неравновесно она получает его. Германия, скажем, не поставляет. Но мы вернемся к вопросу автономных некоторых сил в Европе. Так вот, дело доходит до того, что Зеленский вынужден говорить следующие речи, которые воспроизвожу близко к тексту. Он говорит, да позвольте, украинская армия сейчас вполне сравнима с армией НАТО. Она сравнима и с российской, но с армией НАТО она сравнима. А уж по морали, по духоподъемности, что называется, по готовности проливать кровь свою, чужую, в защиту своей родины, Украина далеко опережает армии НАТО. Прямую, говорит Зеленский, мы сейчас сильнее НАТО. Мы достаточно сильны. Но, слава Богу, поставляйте вооружение, давайте укреплять армию Украины, потому что это значит укрепление Запада в целом. Так вот, она оказалась бенефициаром. Но что же касается вот некой фантомности, фиктивности, истерики вокруг, то она тоже очевидна. Она начала фактически нагнетаться сначала самой России, которая выдвинула известный ультиматум, и вы знаете его содержание, это гарантии невхождения Украины, гарантии безопасности для России и прочее, и прочее. После этого начались начались такие фактически истерические сцены, когда действительно можно было подумать, что война на месте уже ведется. И только нам еще пока не сообщили, чем она кончилась. Так вот, в результате последовало, последовал на претензии России, последовал ответ Соединенных Штатов, отдельный ответ НАТО. Буквально сегодня, в тот день, когда мы с вами ведем эту передачу, буквально сегодня Лавров заявил, что ответ НАТО был более жестким, чем ответ Соединенных Штатов. Тоже странная нестыковка. Почему? Ведь каждый понимает, что НАТО не имеет так сказать, субъективности отдельно от Соединенных Штатов. Она может рассматриваться только в одном флаконе, только вместе. И тем не менее, видимо, составная часть игры, это более жесткие формулировки НАТО и менее жесткие формулировки в ответе, который посол Соединенных Штатов в Москве передал заместителю министра иностранных дел. Но вот, что любопытно. В связи с этим ответом, опять же, напрашивается несколько, я бы сказал, разоблачений. Потому что разоблачать-то приходится реальное явление, но которое никак не согласуется с нормой, не являются несуразными. Ну, смотрите, что происходит. Нам объясняют, что Соединенные Штаты, а, кстати, и Канада, которая в данном случае как бы в одном прогрессистском лагере оказывается, что Соединенные Штаты отозвали своих дипломатов из Киева. И что это нормально? Потому что накануне военных конфликтов принято отзывать своих дипломатов из столиц противной стороны. Да, это можно понять. Все прекрасно. Но простите, значит ли так, что отозваны американские дипломаты из Москвы? Да нет. В Москве-то они работают по-прежнему. Они отозваны из Киева, который противной стороной никак не является. Понимаете? И никто в упор не замечает этих парадоксов. Между прочим, отзыв американских дипломатов вызвал крайне неудовольствия Киева. Ему это поставили в упрек. А чего вы отсюда их дипломатов вывозите домой? Они из Москвы. Казалось бы, мы что, противник? Нет. Одна неувязка. Еще более несусветная, я бы сказал, неувязка связана с просьбой Вашингтона оставить ответы американские в режиме тайное. Что значит режим тайное? И почему вообще Америка просит Россию не публиковать, не придавать известность ответам Соединенных Штатов? Ведь это уж, как говорят в Одессе, на голову не налазит. Это нечто из ряда вон выходящее. Ведь на одном дыхании, в том же предложении, не делай запятую почти. Вашингтон говорит, что все ответы не просто проконсультированы, не то ли согласованы, но и одобрены всеми странами-членами НАТО и Украиной в дополнение. Итак, все правительства мира знают содержание документа, который Вашингтон просит оставить тайным. Тайным от кого? Не от тех же, кто согласовывал и кто знает содержание. Нет. Значит, получается, от нас с вами. Тайным от общественности, от народов Европы и населения Соединенных Штатов, которые это непосредственно касаются. Как можно оставлять в тайне, когда знают все? И как можно, кстати говоря, выставлять свою страну вот таким странным режимом, который делает упор на непрозрачности, который предпочитает кулуарную дипломатию, закулисную дипломатию, который говорит, что так же легче достигнуть соглашения. Ну, простите, вы же уже отсудили это со всеми. Какие еще вы собираетесь вносить правки, которые были бы отличными от текста? А если собираетесь, то какой же смысл имеют слова о согласовании? Ну, все попахивает дилетантством. Это сшито белыми нитками, попахивает дилетантством. И что же? Они, тот же самый Блинкин, высокоумный и предельно эффективный, как утверждают американские средства массовой информации. Ведь он своими руками дал возможность Москве выглядеть приличным государством в мире. Он дал возможность путинскому режиму себя позиционировать как режим транспарентный, прозрачный, готовый общественности поведать всю правду о смысле проходящих переговоров. А Америка, страна демократии, она просит простите нам это не не по сердцу нам бы лучше тайную дипломатию, нам бы лучше закулисную. Но это же в ситуации, когда ничто тайно не может не стать явным со временем, это вообще никуда не годится. Это промах, очевидный промах. И таких промахов в работе с противоположной стороной сейчас наблюдается огромная масса. Американская дипломатия по-моему попахивает совершенно невыносимым дилетантизмом. Вот что связано с ответом. И что же произошло дальше? Наши слушатели наверняка это знают. Самое последнее. Байден связался с Зеленским, по телефону связался, не в другом смысле слова, он по телефону связался с Зеленским, они поговорили и через день или в тот же день в CNN, которой доверять невозможно, но в данном случае она вынуждена вскрывать какие-то факты, она заявляет о том, что, во-первых, переговоры были напряженными и негладкими, что на дипломатическом языке означает, что они попросту переругались. Почему? Да потому что то, что сказал Байден Зеленскому, решительно не могло ему понравиться, потому что Байден фактически по всем пунктам Украину сдал. Понимаете, он сказал Зеленскому, что на Украину американские войска не будут введены ни при каких обстоятельствах, не будет поставлено Украине высокотехнологические виды оружия, что в отношении России каких-то превентивных санкций не будет и прочие замечательные слова. Кстати, санкции вообще отдельная глава, она пока что санкции путинскому режиму особенно не навредили, но дело не в этом, дело в том, что других форм ответа ждать невозможно, если не вступать в войну, но главное, что Байден Зеленскому, страна, которого якобы находится чуть ли не в состоянии войны и которую собственно весь демократический мир сейчас должен защищать, он ему говорит вещи, которые для Зеленского должны звучать как погребальная музыка, но что значит войска не введут помощи, не будет только оружием то невысокотехнологическим, зато они поругались на тему будет ли война завтра, если завтра война, если завтра в поход, Байден утверждал, что он уверен, что война будет как только, послушайте внимательно, как только замерзнут земли между, в районе между Украина и Россия и смогут как бы под мерзлой почве танки войти на Украину, то есть очевидно, Байден совершенно не понимает ни географическая ситуация, это все-таки не районы вечной мерзлоты, и не болото с другой стороны, и с другой стороны, Зеленский разумеется, и здесь парадокс, не все обращают на него внимание, Зеленский отговаривает Байдена от такой картины, которая не является с его точки зрения реалистической, Зеленский говорит Байдену, да не войдут они завтра, но не будет завтра вторжения, а Байден говорит, а вот и будет, как только замерзнет слегка почва, так вот, через день вынужден был Белый дом утверждать, вынужден был опровергнуть тот факт, что Байден ему говорил о том, что вторжение будет в начале февраля, мол, Америка всегда предупреждала, что оно будет и будет где-то в это время, но Байден якобы этого не говорил, прекрасно, значит, этот пункт перечеркиваем, значит, он не говорил Зеленскому, но все это остальные пункты, Белый дом не опроверг, то есть, они остались как бы так, как их изложила СНН, да и все другие средства массовой информации, поскольку это Украина не считает нужным держать в особом секрете, все это было обнародовано в печати, все остальные пункты, о которых я сейчас говорил, что военной помощи не будет, оружейной помощи будет тоже в ограниченном только виде без высокотехнологичных и санкций, это тех санкций, которые Байден в свое время назвал катастрофическими, адскими, я не знаю, он уже не мог найти эпитет для того, чтобы усилить вот этих санкций тоже, как оказывается, не будет. То есть, что же будет, что же будет, остается крайне эффективная картина нагнетания истерической напряженности, которая ничем не может завершиться, ведь и завтра же не будет ничего, развития событий не будет, это уже сейчас очевидно, Россия сейчас парадоксально выгодна, оставаясь где-то вблизи границ, ничего не делать вообще, не предпринимать ничего, потому что фактически мяч на половине поля Байдена, он должен как-то реагировать на запрос Москвы и фактически, как мы это видим, он не знает как, дальнейшее нагнетание истерики, оно в данном случае уже не работает, мне кажется, и сейчас уже Европа и мир довольно устали от этого бессмысленного и бесплодного нагнетания напряженности вокруг фантомного очага военных действий. Ефим, возвращаясь к тому, что вы сказали, дипломатия российская действует открыто, а к сожалению дипломатия американская просит, так сказать, не придавать огласки ответ на ультиматум российский. И резюмируя это, я могу сказать, что дипломатия российская действует открыто, потому что она действует в интересах своей страны, какие бы они ни были, праведные, неправедные, не важно, она действует в интересах своей страны, своей политики, В чьих интересах действует администрация Байдена, сказать трудно. Можно спекулировать на эту тему. Поэтому она старается держать все как бы в тайне. Потому что уж совершенно точно эта администрация не действует в интересах американцев. Поэтому они пытаются держать все это в тайне. Ответ такой, который не отражает интересы американского народа. Поэтому они пытаются держать все это в тайне. Мы должны прерваться. Давайте прервемся. После рекламы буквально несколько минут вернемся. Если будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, телефон нашей студии. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И если не возражаете, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Ефим, большое спасибо за новости из Европы. Кажется, что идет все к лучшему. Правые начинают побеждать. Но мне что-то кажется, что это видимость победы. Судя по тому, что вы говорите, что в Чехословакии там собрались всякие левые, правые, средние и независимые. И объединились и победили. Я не знаю, кого они победили. Там были правые у власти. Если были правые у власти, то это большое поражение. Потому что я это скажу, потому что происходит в Израиле. Там тоже собрались, как говорится, каждой твари по паре. И в результате такого антисемитского правительства, как сейчас, в Израиле не было. А вот я хотела спросить у вас про Украину. Вы говорите, это выгодно Украине все, что сейчас происходит? Потому что мне такое впечатление, что именно Путин это все затеял. Все это, устроил этот ультиматум. Потому что именно хотел изменить статус-кво. Статус-кво его не устраивало. Вот как вы можете объяснить, что это выгодно, ну, это, ну, как бы невыгодно России. Вернее, как? Мне кажется, что Байден удовлетворил ультиматум Путина. Поэтому он и хочет это сохранить в тайне. Вот вы согласны с этим или нет? Спасибо. Ну, разумеется, он, прежде всего, хочет сохранить в тайне то, что он провел в очередной раз слабость. Это он хочет. Вот это, поскольку это ударяет по имиджу страны. А Байдену сейчас очень важно поправить свой имидж после поражения в Афганистане, полного которого, которое он, как всегда, переименовывает, как это делают, прогрессивисты или прогрессисты. Они называют бегство, причем жалкое бегство из Афганистана, современной формой победы. Вот такие сейчас у нас будут победы, когда приходится отступать, бежать и уступать. Дело в том, что я сказал ясно, что Украина оказалась бенефициаром этой ситуации. Она ведь не задумывала эту ситуацию в таком виде, в каком она реализуется. Но приходится признать, что Украина, которая, казалось, уже выпала из сферы интересов и сферы внимания всей Европы, да и мира, сейчас оказалась наоборот в центре внимания, словно бы вокруг нее и с ее судьбой связаны все остальные преобразования в мире, словно бы борьба за мировое господство решается там, на Украине. Вот такой реальный результат. Я говорю о том, что произошло, а не то, что предполагалось. Россия выбрала для себя достаточно точно этот момент, Путин выбрал точно этот момент большие слабости Соединенных Штатов и момент большого раздрая внутри НАТО. Это тоже надо понять. Ведь он старается вбить клин в НАТО, как если бы там еще не было трещины, она уже есть. Обратите внимание на реакцию различных стран НАТО, причем немаловажных. Немаловажных. Это не Дания, не Исландия, а это Германия, скажем. Германия заняла такую линию, такую позицию, которую украинцы считают предательской, а европейцы считают, и возможно они правы. Признаком усиливающейся суверенизации, автономизации Германии. То есть Германия берет курс на самостоятельную внешнюю политику, независимо от того, считаем ли мы это позитивным, негативным трендом, как он будет проявляться. Правительство ведь левое сейчас в Германии. Это, можно сказать, красно-зеленое, плюс свободные демократы, это либералы, как говорится, без царя в голове. Но, тем не менее, и это левое правительство, а может быть это и закономерно, считает, что Германия должна вести самостоятельный курс. В отношении Украины, это курс крайне эгоистический и крайне не солидарный с Украиной. Германия хочет оставаться в друзьях с Россией. И опять же, я не стану сейчас вдаваться, такая связь, такая странная, на первый взгляд, союзничество имеет старинные исторические философские корни. В общем-то, в культурологии она так и называется. Германско-русский мистический роман. Причем роман это не произведение литературы, это роман в смысле отношений. Действительно. Так вот, Германия обещала Украине помощь, которая заслуживает упоминания. Это помощь поставить каски украинцам, каски, и, второе еще оригинальное, и поставить оборудование для крематория. Это уже просто издевательство некоторое, потому что оно предполагает то, что эти каски, видимо, пули будут пробивать, и тогда сгодится и крематория. Очень напоминает, кстати, военную помощь Барака Обамы, который в свое время поставил Украине 5000 использованных гостиничных простыней с тем, что украинским солдатикам бедным на поле боя тоже нужно ведь подстелить под себя, когда они захотят спать. Но это тоже форма издевательства, иначе не назовешь. Так вот, немцы в данном случае настолько ведут себя, я бы сказал, не по-европейски, не солидарно, даже если мы вкладываем в это слово любое позитивное значение, они показывают, что их политика будет и впредь серьезно отличаться от остальных стран НАТО. То же самое Франция. Буквально на дня Макрон переговорил, Макрон, которого у себя дома называют Микрон, переговорил с Путиным и занял сравнительно не общую, не общенатовскую, а собственную позицию, которая, во-первых, сводится к тому, что санкции вводить бессмысленно, а во-вторых, к тому, что нужно будет в случае обострения отношений, чего я не предполагаю, в таком случае нужно будет ударить как бы по Северному потоку-2, закрыть его окончательно, закончить разговоры о нем. В данном случае ему это не позволят сделать немецкие предприниматели, которые наоборот заинтересованы в этом. Я это привожу просто для примера того, насколько глубок внутренний раздрайв, в данном случае в Европе, в НАТО, каждый, чем больше произносит громких слов о солидарности, тем меньше ее проявляется в жизни, в реальности. — Ефим, давайте попробуем принять следующий звонок. — Давайте, извините звонок. — Да, вы довольно подробно ответили на вопрос. Добрый день, пожалуйста, Ефим. — Добрый день, спасибо за вашу передачу. Особенно спасибо Ефиму с глубоким, интересным, иногда необычным анализом. Я просто хотел и вопрос задать, и вызвать такое небольшое свое мнение. Был задан вопрос, кому выгодно, и кто это начал, по-моему, так. Начала это, естественно, администрация президента Байдена. Выгодно это только им, потому что Байден полный банкрот на внутренних делах в Америке. Все, что в Америке не делается, это делается с отрядкой на внутреннюю политику, держаться у власти. Отвлечь людей от того, что происходит высочайшей инфляции, от того, что все законы, которые Байден хотел придумать, слава богу, затормозились. Дальше. Сплотить Сенат полностью разобщенный, но в всем един американский Сенат. Я имею в виду Конгресс. Это и Сенат, и Конгресс. Это ненависти к России. И тут они, по-моему, пойдут Байдену на уступку, если вот это все будет дальше раскручиваться. И, конечно, в итоге Украину просто играют. Ее просто играют, играют вот на этом поле. А еще один немаловажная задача. Нагадить Китаю на Олимпийские игры. Смотрите, ни в одной американской газете ведусь про Олимпиаду, вообще ничего не пишут. Украина. Даже в таких заштатных газетенках, типа Чикаго Трибюн, где пишут только о национальных меньшинствах. И то, где три статьи в каждом номере про Украину. Понимаете, кого это интересуется. Это все сделано для этого. Такое мое мнение. Если у вас есть как-то это опровергнуть, я бы с удовольствием послушал. Спасибо. Вы знаете, во-первых, то, что вы сказали моим ушам приятно, поскольку, будучи консерватором всю свою жизнь, я, разумеется, разделяю ваше мнение целиком и полностью. Но это вы просто проиллюстрировали то, что я сказал, что Украина, желая или не желая того, оказалась в абсолютном центре внимания. И любой стране, которая оказывается в роли вершителя судеб, это бывает обычно выгодно. То, что Байден попытался использовать это в своих интересах, чтобы, так сказать, поддержать падающие штаны своего имиджа, это тоже очевидно. И, конечно, и, как мне кажется, в данном случае, это всего лишь подтвердит в результате то предположение общее, что Байден не игрок, это не талантливый стратег. Я уже не говорю о том, что я никогда не слышал сейчас словосочетание там доктрина Байдена, понятия не имею, что бы это могло означать, да и нет такого слова. Так что я думаю, что и в данном случае ему сужден скорее проигрыш на этом поле. Он не шахматист, не стратег, он играть не умеет. Он имеет дело, между прочим, с весьма опытным, хитрым и даже хитрозадым, я бы сказал, политиком, таким как Путин, коварным в своих делах. Ведь пока Байден тешится тем, что идут какие-то судороги вокруг Украины, он совсем не замечает того, что на самом деле Путин ему нашу петлю завешивает в виде цепочки военных баз и площадок для возможной войны в Латинской Америке в Подбрюшье, в Подбрюшье, которая со времен доктрины Монро считалась задним двором американской политики. И вдруг Путин в декабре, заметьте, объявив об этом ультиматуме, который вполне может быть отводом глаз, это форма отвода глаз. Байден совсем своим, не хочу оскорбить, ну вы сами понимаете с чем, это в любом случае не от великого ума. Он бросился решать украинский вопрос, а Путин в конце декабря производит три серьезнейших звонка на Кубу, в Венесуэлу и в Никарагуа. И добивается того, что со всеми тремя странами подписывается, или будет сейчас подписан договор о стратегическом сотрудничестве, где прямо указано, что сотрудничество будет иметь военно-техническую форму. А на подходе из страны Южной Америки, не только Миннесуэлла, сейчас Боливия, Чили, со всеми попытается Путин установить военную связь. И вы представляете, что получит в приданное, или что получит в наследство. Приемник Байдена, когда придет к власти, он получит страну, окруженную российскими военными базами. И что будет отвечать такой президент? Мы Украину защищали, это же смех и грех. Надо быть слепым или очень подслеповатым политиком, чтобы не видеть того, что Путин делает за этой заслоной, за этой фиктивной, кажущейся смертельной опасностью, которая нависла над Украиной. На самом деле, еще раз повторю мысль, Зеленский такой опасности не видит. Украинцы такой опасности не видят. Они достаточно надеются на собственную армию, которая, кстати, по численности сейчас равна российской. Это 150 тысяч человек призывников и 750 тысяч – это те, кто уже служили в армии или являются частью самооборонных каких-то отрядов и так далее. Украину голыми руками, как говорится, не возьмешь сегодня. Она еще ко всему и мотивирована. Но вот Байден в своем желании использовать это для повышения собственного престижа совершенно не видит, что происходит в мире и как развивается этот мир. И как Путин, повторяю, эту петлю затягивает на американской шее. К сожалению, у нас не остается времени, чтобы обсудить следующую тему. Вот интересно, данные института Хопкинса говорят о том, что страны, наиболее, так сказать, тесно сотрудничавшие с компанией Pfizer, ну, другими словами, с более высоким процентом вакцинированных, имеют как раз и более высокий процент заболевших. Как это ни странно. Казалось бы, вакцина должна предохранять вот такой результат. Но некоторые режимы по-прежнему настаивают на обязательной вакцинации, ограничении прав граждан и так далее, что привело к потрясающей совершенно акции в Канаде. А вы имеете в виду этот кановой? Абсолютно. Узрекло этих фургонов. Это замечательная акция. Сегодня, кстати, к ней присоединились еще и канадские индейцы в большом количестве присоединились. Это любопытнейшее социальное явление, честно говоря. Полтора миллиона граждан вышли поддержать и направились. То есть, это помимо, так сказать, водителей дальнобойщиков, которые на траках едут в Атаву, полтора миллиона на вчерашний день вышло граждан поддержать эту акцию. А у Тридот тут срочно дэори, он на пять дней спрятался. Сначала он заявил, что это маргинальная группка какая-то там людей, которые представляют неприемлемые взгляды. Но никак не ожидалось. И, похоже, решил спрятаться, объявить, что у него сопли текут и поносы. Он должен там, так сказать, самоизолироваться. Я не знаю, чем все это закончится. Хотелось бы, чтобы это пришло к логическому завершению. То есть, если народ тебя не понимает, не воспринимает против твоей политики, ты должен либо уйти в отставку, либо, так сказать, скорректировать свою политику. Да, несомненно. Давайте сделаем эту тему из следующего разговора. Здесь интереснейшая тема еще одна видится. И это превращение средств массовой информации из поборников и защитников свободы человеческой в верных шавок властей. Любая антинародная диктаторская власть может смело положиться на этих верноподанных шавок, на журналистов сегодняшнего поколения, как они сложились в Америке и в Канаде, в Северной Америке. Это замечательная тема, которую нужно будет раскрыть в одной из следующих передач. Спасибо огромное, Ефим. Очень интересно, содержательно, познавательно, как всегда. Доброго вам здоровья и до встречи в следующий раз. Не болейте. Спасибо. Всего доброго.